Крупная авария на трассе М-11 заблокировала движение транспорта. По такому сценарию спасательные службы отрабатывали навыки ликвидации чрезвычайной ситуации на скоростной автодороге. Участие в штабных учениях приняли министр МЧС Александр Куренков и губернатор Тверской области Игорь Руденя. На месте событий присутствовала и наша съемочная группа. Наталья Чекет продолжит. К месту условного ДТП прибыл аварийный комиссар. Он оценил ситуацию и передал информацию в скорую ГИБДД и МЧС. Они прибыли на место. Во время осмотра пострадавших было решено привлечь вертолеты МЧС и санавиации для эвакуации пострадавших. Прямо сейчас за моей спиной работает санавиация. По легенде, на 214-м километре трассы М-11 в сторону Москвы произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, автобуса и бензовоза. Есть погибшие и пострадавшие. На месте работают сотрудники МЧС, медицинские работники и полиция. Всего на тренировке было задействовано 80 сотрудников МЧС, дорожных служб, медиков и правоохранительных органов, а также 20 единиц техники, включая вертолет Ми-8. Такие учения проходят регулярно, чтобы спасатели были готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Условия максимально приближены к реальным. Вы сами видите, особое внимание уделяется порядку прохождения информации и организации межведомственного взаимодействия. Полученный опыт будет учтен в работе, распространен на другие регионы. Это позволит повысить эффективность реагирования на дорожные аварии. Главная задача была отработка системы слаживания и взаимной передачи информации между министерствами. Что касается работы сегодня региона совместно с МЧС, то мы выстроили работу в формате МЧС управляет региональными подразделениями. И это упростило ситуацию по межведомственному взаимодействию. После проведения командно-штабных учений прошла церемония вручения государственных и региональных наград. Кроме того, подразделениям МЧС России по Тверской области передали 10 единиц служебного транспорта. Это пожарные автоцистерны, скоростной патрульный катер, автобус, автомобили порошкового тушения и машины «Лада». Конечно, важна и техника, и люди, которые на ней работают. Поэтому, опять же, возвращаясь к этим учениям, они очень важны. Потому что сегодня мы сможем потренироваться, увидеть, получить технику и войти в новый сезон с позитивом. В этот же день министр МЧС России и губернатор Тверской области ознакомились с образцами техники и продукции, которые производят на территории региона для спасателей. Так, компания «Техинком» представила три образца пожарных машин. Ассоциерно-пожарная шестикубовая, ассоциерно-пожарная с лестницей. То есть две модели в одной позволяют подниматься как на многоэтажные дома, так и тушить пожары. И в данный образец это автомобиль пожарно-спасательный бронированный. То есть забронирован по пятому классу. Если одни предприятия уже давно предоставляют продукцию для спасательной службы, то некоторые только планируют начать сотрудничество. Например, Краснохомская швейная фабрика подготовила образцы формы для сотрудников МЧС. Будем готовить и летнее обмундирование, и демисезонное, и зимнее. Фабрика способна отшивать от блузок, рубашек до утепленной одежды. Поэтому, в принципе, мы настроены серьезно на плотное сотрудничество с МЧС. Также Александр Куренков и Игорь Руденя пообщались с учащимися кадетского класса МЧС школы номер 4 Твери. Ребята в первой половине дня изучают основную школьную программу, во второй посещают дополнительные и факультативные занятия. Редактор субтитров А.Семкин